Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена, рада вас приветствовать. И мы говорим о проблемах взрослых рыб, которые пришли родом из детства, а иными словами, неправильное воспитание родителей иногда делает взрослого человека совершенно беспомощным. Но прежде чем я перейду к этой теме, попробуем разобраться с этим вопросом более подробно. Но прежде всего, конечно, благодарность всем, кто поддерживает канал, кто мне не бросает трудную минуту, величайшее вам спасибо. Я вижу ваше рвение, я вижу, что вы меня от души поддерживаете, и вам встречная, конечно, благодарность и неоценимая заслуга ваша, конечно, вызывает у меня несказанное уважение. Хотелось бы, чтобы вы были подписаны, дорогие мои, иначе вы не увидите очередное уведомление, чтобы видео вышло. Помимо колокольчика надо нажимать еще на позицию «Все», там будет перечень. Иначе, если вы не нажмете, уведомления пройдут мимо вас. И помните, что плейлисты по-прежнему на главный маэстро-мажор вас ждут. Там более двух тысяч видео. Совместимость в любви. Гороскопы на 2024 год. Планы гороскопа для вашего знака и для вашего года рождения. На год вперед, чтобы знать, что с вами происходит. Это вас тоже ждет. Уроки астрологии для начинающих, карма имени, кулинария, огород, сад, цветоводство. Везде я в надежде на то, что буду вам полезна, интересна и приятна во всех отношениях. Поэтому не проходите мимо. Оставайтесь со мной. Ну а теперь к теме нашей беседы. Маленькие рыбы удивительно миловидны и приятны во всех отношениях детки. Девочки маленькие, миниатюрные, чем-то похожи на дюймовочку. А мальчики, как принцы-эльфы из той же сказки, невероятно приятны, лучезарны. И действительно имеют буквально сказочную внешность. Особенно выразительными бывают ангельские чистые и небесно-кристальные глаза, которые они имеют. И кажется, что этот ребенок никогда не создаст родителям никакой проблемы, потому что это не может быть при такой-то сказочной внешности. Он должен быть совершенно сказочно послушным, замечательным и прекрасным. Но не все так просто, дорогие мои друзья. У ребенка рыбы достаточно весомый характер. Чем его можно отвлечь? От его неукротимого желания обладать чем-то важным и нужным для него, в обладании которым он может проявлять невыразимую решимость и настойчивость. Но прежде всего, конечно, сказками. Дети рыбы невероятно любят сказочных героев, вырисуют их на бумаге, восхищаются ими, разыгрывают целые сценки из любимых сказок. В общем, сказки являются для них целым миром восхитительным и прекрасным, который возбуждает их фантазии, вносит их в необыкновенные иллюзии. И они совершенно искренне видят себя героями любимых повествований и даже физически испытывают те приключения, которые прорисовали себе в голове. Вот такая у них буйная и великолепная фантазия. И, казалось бы, пройдет детство, пройдут и сказки. Однако сказки не проходят у рыб практически никогда. По-прежнему жить в иллюзиях, представлять себе мир какой-то иллюзорный и так хорошо в него вживаться, как будто он существует на самом деле, эта черта характера останется с рыбами на протяжении всех их жизней. Да, это уже будет не сказка и не от Чипа и Дейли они будут переживать, вертя игрушки в своих руках. Но, тем не менее, уходить постоянно в мир иллюзий и исчезать из реальности в мир фантазии, для того, чтобы переждать там, представить себе жизнь более красивую, чем она есть на самом деле, уйти от реальности в мир иллюзий. Ведь для рыб это совершенно естественное состояние души. Вильнули хвостиком и ушли в астрал, куда вам дорога закрыта, вам просто не удастся представить себе эту иллюзию, которая может заместить целый реальный мир. А для рыб это вполне естественно. К сожалению, все вещи, которые делают человека человеком, это распорядок жизни, планирование, дисциплина, вещи, определяющие план действий, который заведен в этой семье, как режим и прочее. Для рыбы это все исключительно мучительные вещи, с которыми она привыкает крайне тяжело, а желательно, чтобы это вообще никогда не фигурировало в ее жизни. Ведь это отрывает ее от сказки, от персонажей, которыми она мнит. Каждого человека, который находится рядом с ней, сказочным персонажем представляет. А здесь строгость, дисциплина, ответственность и прочее, которые совершенно на сказку не тянут. Поэтому к этим вещам рыбу надо осторожно и ненавязчиво приучать. Хоть в виде игры, хоть в виде, так сказать, пожеланий, в виде обмена на сказку вечернюю, которую вы ему почитаете, для того, чтобы он все-таки смирился и сделал наш этот ребенок все, что вы от него хотите по разным обстоятельствам. Не мытьем так, катанем, все-таки эти вещи надо прививать. Иначе он будет расхристанный, неорганизованный, спонтанный, уходящий в эмоции, совершенно беспомощным человеком вырастет, не имея тех важных моментов в виде дисциплины и планирования, без которых, собственно говоря, состояться в жизни бывает достаточно сложно. Если вам удастся привить ему хотя бы зачатки самодисциплины, вы уже сделаете для рыбы неоценимую его услугу, потому что эти вещи ему необыкновенно потребуются. Никуда не опаздывать вовремя, выполнять задания, которые даны дисциплинированно относиться к делу, которым ты занимаешься, это уже неплохое подспорье для взрослых рыб, которым предстоит в жизни отстаиваться вместо под солнцем, зарабатывать авторитеты без всех этих вещей. Они будут совершенно беспомощны. Удивительным образом рыбы вообще скроены природой. Что часто с ними бывает, днем они любят повыспаться, а ночью, наоборот, пребывают в состоянии игровой повышенной активности или что-то там придумают или возятся. Вот так и получается, что, как водится, день с ночью попутал. Но для рыб это совершенно естественное состояние души, потому что ночью фантазии у них работают гораздо более активно, чем днем. Одной из особенностей детей рыб является то, что они растут нелюдимыми и робкими зачастую, потому что все, что связано с толпой, с людьми, это не их стезя. Здесь нет тех сказочных историй, которые, собственно говоря, они в основном предпочитают брать как модель жизни, собственно говоря, суета, крики, нервозность, в общем-то, большой сон миши людей. Рыб по большому счету выводят из себя. Они предпочитают, чтобы было тихо, индивидуально, и никто не мешал им наслаждаться теми впечатлениями о жизни, которые они для себя рисуют. Поэтому, чем больше людей вокруг них, тем более робкими и нелюдимыми становятся наши рыбы. Понимая эту историю, родителям нужно раскомплексовывать своего ребенка, говорить, что люди это хорошо, что с ними приятное общение, что у него есть друзья, что у него, что это очень здорово, когда вокруг кипит жизнь, все радуются, дружат, общаются и прочее. В общем, потихонечку приобщать ребенка, чтобы он не пугался толпы, а наоборот чувствовал себя там, как рыба в плоте. Вообще, вот эта оригинальность, непохожесть на всех других, рыбу часто делает не очень-то счастливым, и в школьной жизни в том числе. Учиться ей бывает достаточно сложно, и не потому, что она не способна усваивать материал. Отнюдь нет. А дело в том, что именно вот этот жесткий распорядок жизни и дисциплина, которые определены школой, железная, так сказать, железная охватка, делает только так и никак иначе, шаг в лево, шаг в право, расстрел. Рыб выбивает из привычной среды и не позволяет им из-за их вот этого вот разбалансированности усваивать материал. Вот и все. Это такая реакция на жесткую дисциплину школьных будней. А вот если вы помимо учебы попросите рыб сыграть какую-то сценку или поучаствовать в каком-то драматическом действии или подготовить какой-нибудь вечер, вы увидите, как многогранно засеяют рыбы, их творческое начало начнет брать верх и более изобретательного и восхитительного помощника в плане подготовки какой-нибудь вечера или какой-нибудь цинки вы просто не найдете. Это истинная как бы стезя наших рыб. Им очень комфортно в творческом начале, их там ничего не сдерживают, никаких обременяющих рамок, и они раскрываются в полном объеме. Любимыми школьными предметами у рыб, как правило, является гуманитарная, это язык литературы, а вот, например, с точными науками взаимоотношения могут не сложиться. Но это тоже не, говорят, нет исключений из правил, потому что, без правил, потому что так или иначе, в зависимости от того, какой предмет их увлек и который больше был похож на игру, тот, конечно, для них и станет наиболее, в общем-то, любимым. И где нету жесткого, давлеющего диктата со стороны учителя. Вот эти предметы становятся однозначно самыми любимыми. И что интересно, чем абстрактнее информация, тем лучше и усваивают рыбы. Видимо, на абстрактную память и фантазия работают более успешно, чем у всех других. Другим трудно даже представить, о чем идет речь. А рыба не только представляет, но и, естественно, себя чувствует среди абстрактных понятий. Так что же у нас получается, рыба в основном не людим, ни с кем не общается, никуда не ходит, с верстниками дружбы не заводит. Нет, конечно. Но я вам хочу сказать, что общество взрослых, они предпочитают гораздо больше, чем общество своих однокорытников. Почему так? Потому что общество ровесников кажется им более агрессивным, более навязчивым, более назойливым, чем общество взрослых, где никто ничего не из себя не навязывает, просто все общаются между собой, разговаривают и прочее. Рыбам эта манера подходит гораздо больше, чем общение с ровесниками, которые могут подтрунивать, больно зацепить, не держат дистанцию, нету субординации, слишком близко приближаются в личное пространство рыб. И это их мучает, шокирует и не очень нравится. Поэтому в обществе взрослых им гораздо комфортнее. Общаясь со взрослыми, со взрослыми ребенку рыбы, кажется, что он установил какие-то собственные правила общения с этими взрослыми и потихонечку им следует, не чувствуя ни навязчивого внимания в свой адрес, ни дополнительной перегрузки, когда кто-то слишком близко приближается и прочее. Все спокойно, ровно, его полнеет и устраивает. Рыба не любит, когда ее обжимают в тесных объятиях и лишают полностью свободы перемещения. Но если взрослые вдруг решат уделить ребенку рыбе слишком повышенное внимание, начнут акцентировать на нем разговор и всячески пытаться обсудить его персону среди взрослого коллектива в его присутствии, он, скорее всего, расплачется и горькие его слезы будут касаться того нарушенного пространства, которое он считал незыблемым. Но сижу, я никого не трогаю, вы меня не трогайте. А если начался разговор, перехождение на личности и на персоны, для него это становится болезненно, это его ущемляет, он, естественно, плачем огласит окрестности, которые его разочаровали, его передавили, на него слишком много обращают внимание. Нередко рыб за их буйную фантазию называют изрядными вралями, которые все время фантазируют и выдают какие-то небылицы за реально существующие события. Но жить просто рутиной и спокойно перечислить пункты происходящего с ним события, это не в духе рыб. Если уже они начнут рассказывать, то ведь и ватости, и завихрений будет здесь предостаточное количество. И та фантазийная история, которая в результате получится, оторванная от реалии жизни на 99%, это просто дань той буйной фантазии, которую они имеют, а не вранью, которая является способом построить взаимоотношения с другими людьми. Он не врет ради выгоды, он просто добавляет приятные завитушки к своей истории. Вот и выглядят они достаточно фантазийными. И вам, дорогие родители, не нужно сразу набрасываться на ваших рыб, если вы заметили, что они, так сказать, приукрашивают события и тут же настойчиво кричать, что ты враль, что ты тот, и все, ярлыки, все развесили, врун, тебе веры никогда нету, ты все равно наврешь. Вы таким образом просто ломаете психику ребенка. Нормальный человек бы предложил, например, выход из этой ситуации. Предложите ему сочинять сказки, например, или написать какую-то музыку, если он склонен к музыкальным инструментам, какую-то музыкальную сказку, или перевести это на творческое начало. Поверьте мне, и вашему ребенку великая польза, и вранье, которое вы так ненавидите, как вы считаете, превратится в полезную историю для творческого начала вашего ребенка, для создания шедевров, которые он все непременно и создаст. Может, стихи напишет, может, сказку, может, музыку. В любом случае, это куда лучше, чем поломать ему психику. Это важное замечание, потому что ребенка рыбу исключительно легко сломать. Он слишком нежен, слишком чувствителен, слишком не умеет защищаться от злобы, от жестокого обращения с собой. Поэтому в данном случае подобные методы к нему применять не следует. Терпение, выдержка и такт. Вот те вещи, которые нужно применять к ребенку рыбы, для того, чтобы адаптировать его к жестким обстоятельствам жизни, которые он не хочет принимать и совершенно не готов столкнуться с суровой реальностью жизни. И подготовить его к тому, что жизнь – это не только пряничный домик с имбирными, так сказать, трубами. Это еще и жесткие обстоятельства, где надо научиться жить, выживать, чувствовать себя защищенным, найти свое место под солнцем, заработать свой авторитет, проявить себя, как настоящий человек, дисциплинированный, ответственный, подготовленный к этой жизни. Но это все нужно делать тактично, не спеша, поступательно, подхваливая, где нужно, стража там, где это требуется, но без лишней жестокости, потому что сломать ребенка рыбу проще не бывает, а сломанный ребенок вряд ли вырастет полноценного взрослого человека. Ненавязчиво, но твердо вы должны научить своего ребенка плыть против течения, иметь собственное мнение, отстаивать его, быть трудоспособным, ответственным, решительным и доказать, что ничего невозможного для него просто нет. И каждое хорошо выполненное дело станет очередной вехой в вашем воспитательном процессе, когда вы скажете, ну вот видишь, ты же совсем справился, ты молодец, у тебя будет обязательно великое будущее, в котором ты обретешь свое место под солнцем, и мы будем тобой гордиться. Ну вот такая была у нас экскурсия в детство нашей рыбы, и надеюсь, что оно действительно у всех рыбок, которые прослушают это видео, было действительно счастливым. А если родителям не хватило ума, такта и сообразительности воспитать рыбок правильно, то надеюсь, они всем все простили и давно сами определили свое место под солнцем и живут достаточно счастливо. Мне бы этого очень хотелось. А с вами была Елена.